Вы много писали в комментариях о том, что я вас не слышу. Это не так. Я вас слышу и понимаю. Многие, далеко не все, но очень много активных людей, хотят, чтобы обзоры выходили по старому графику. То есть два раза в неделю по три видео. Я не собираюсь с вами конфликтовать или убеждать вас в том, что вы не правы, но стало очевидным, что мы дали вам, зрителям, недостаточно объяснений большим изменениям на канале. Так что давайте об этом серьезно поговорим. В первую очередь хочу отметить, что у меня знатно пригорело от умных комментариев, которые заявили, что решили делать больше видео, чтобы денег больше грести. Во-первых, позвольте спросить, с чего вас, господа, так волнуют чужие деньги? Ну, кроме того, что это тупо неприлично. Канал This is Хорошо всегда был и остается бесплатным. И хочу узнать у вас, счетоводы, вы заплатили за выпуски хоть копейку? Сомневаюсь. Так почему это вас волнует? Во-вторых, хотя мне и кажется, что это просто тупо рассказывать зрителям о каких-то внутряках ютубовских места контента, но это вынужденная мера. Мы получаем с партнерки около 2000 долларов в месяц, потому что 60-70% монетизации у нас отбирают скупщики вирусных видео. От того, что мы делаем больше видео, я не буду дальше углубляться в особенности ютубовской партнерки, но, короче говоря, наши доходы возрастут до головокружительных двух с половиной тысяч долларов. Это до всех налогов на семь членов команды, работающих на полной занятости. А еще нужно заплатить за аренду, обновлять технику, ну и так далее. Да, семь человек — это большая команда, намного больше, чем многие думали, и действительно можно было бы обойтись куда меньше, если бы мы делали только одну передачу. Но мы занимаемся еще и другими проектами, кроме обзоров видео, которые, между прочим, выходят 6 лет и почти без перебоев, и требующие написания сценария, съемок, монтажа. Один выпуск на три видео — это где-то сутки работы нашей команды. Поэтому для заработка мы делаем рекламные проекты. Уж простите нас, жадных сволочей, что мы хотим получать зарплату за то, что работаем больше полной рабочей недели, и, между прочим, вкладываем души в то, что создаем, и хотим продолжать заниматься этим. Давайте отмечу очевидный момент. В кинотеатре люди, чтобы посмотреть фильм, платят деньги за билет. А потом, еще прямо перед фильмом, им показывают рекламу, а иногда, кстати, и во время фильма, если там есть интеграция какого-нибудь бренда. С телевизором та же история. Люди платят абонентскую плату, а потом еще и смотрят 15-минутные рекламные вставки каждые полчаса. Ютуберы, обеспечивая бесплатный контент, ну да, вы как бы платите за интернет, но не только же, чтобы смотреть ютубчик, так что он бесплатный. Так вот, обеспечивая этот бесплатный контент, ютуберы участвуют в рекламных проектах, чтобы заработать. И почти каждый раз их зрители говном захлебываются, потому что продался, и потому что реклама — это зашквар. Что-то тут не так, вам так не кажется? Ладно, отбомбило, теперь по сути. Да, мы перешли на новое расписание и слегка изменили формат обзоров видео. Да, он отличается от старого, но он не хуже старого, он просто другой. И это все, он не такой же. Поймите, что по сути This is Хорошо — это канал, на котором может выходить все что угодно, и теперь обзоры становятся более легкой, менее значимой частью контента этого канала. Это теперь коротенькие, ненапрягающие сюжеты с комментариями об одном вирусном видео, рассчитанные на более широкую аудиторию, а не шестиминутные выпуски с внутриками, рассчитанными на наших давнишних подписчиков. В результате выпуски чаще попадают в тренды на главной Ютуба, и это для нас тоже немаловажно. Кроме этого, и вот это достаточно важно, на канале будут выходить не обзоры, и вот это совершенно новая часть контента для This is Хорошо. На данный момент вышло только одно такое видео, потому что несмотря на то, что у нас освободилось время в связи с новым форматом обзоров, это все равно достаточно трудоемкая штука. Ну, знаете, сколько времени потребовалось, чтобы сделать одно музыкальное видео про Австралию? Ну, допустим, то, что я две недели вынашивал эту идею у себя в голове, можно не считать. Далее. Тупо поиск и переделывание под себя инструментала занимает около трех часов. Затем написание текста. Ну, чистого времени это заняло, наверное, часов пять, но по факту это целый день, потому что, ну, нельзя прямо так вот сесть и написать текст, даже если очень хочется. Еще примерно столько же часов заняла запись трека, и столько же часов от съема материала на гринскрине. То есть это еще целый день. Затем три дня работы, чтобы сделать постпродакшн, допилить сам трек, ну, и закончить какие-то еще мелочи. Это почти полная рабочая неделя целой команды. Ради двухминутного смешного видосика. Поймите, я не жалуюсь, нам очень нравится делать такие штуки, и нам очень приятно, что этот видос так тепло был принят зрителями. Просто я пытаюсь объяснить негодующим, что мы в первую очередь перешли на новый формат обзора видео, чтобы делать вот эти штуки. И сейчас мы уже заняты следующим музыкальным видео, и если все получится, оно выйдет на следующей неделе. Ну, да, извините, в дальнейшем мы будем стараться, чтобы они выходили чаще, чем два раза в месяц. Просто это, ну, то творчество, которое нам нравится и которое нам хочется заниматься. Благодаря обзорчикам, выходящим ежедневно, канал не пустует в промежутках, и мы можем делать рекламные интеграции, чтобы, как я упоминал раньше, получать зарплату. Также мы хотим оставаться в жанре обзора видео, жанре, который был основным на одном из самых долговечных каналов на русскоязычном ютубе, на канале Дэс Хорошо. Если не хочется смотреть обзоры каждый день, смотрите их в любое удобное вам время, сразу по несколько штук. Мне надо устраивать истерику, как 13-летние подростки. Сценарии пишем все еще мы, снимаюсь все еще я, видосы подкидывает все еще интернет. Раньше не было лучше, раньше было просто по-другому. Вот и все в целом. Ну, конечно же, желающие найдут к чему придраться в моем рассказе и обязательно придерутся в комментариях, но помните, что у вас нет души. Как и у меня, так что задеть меня будет сложно. Но надеюсь, что до адекватов я достучался. Давайте проведем голосование. Если после моего объяснения стало понятно, что новый формат Дэс хорошо имеет право быть, нужно просто привыкнуть, то поставьте лайк. Также поставьте, пожалуйста, лайк, если вам с самого начала показалось, что это хороший формат и так удобнее, потому что вживую очень много людей мне это говорили. Ну, проявите, пожалуйста, и тут активность. Это очень важно. Ну и ставьте дизлайк, если вы эгоистичные, консервативные засранцы синдрома мутенка, которые решили, что любое отклонение от того, к чему они привыкли, это обязательно плохо и вам не понравился новый формат. Вам не сложно, мне приятно. Ну или неприятно. Пока. Продолжение следует...